Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с примаром города Вулканишты Виктором Николаевичем Петриогла о ситуации, которая сложилась вокруг назначения исполнительного комитета Гагаузи. Вы помните там целый ряд событий. Сначала Илон Шор представил вместо Евгения Гуцул, потом попытка давления на народное собрание. В общем, что это значит и вообще, насколько эта ситуация из ряда вон выходящая для Гагаузии, я предлагаю поговорить с нашим гостем в следующей части выпуска. Виктор Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Виктор Николаевич, вот как вы относитесь, ну во-первых, давайте с самого главного вопроса начнем, да, как вы относитесь к тому, что исполком представляла не сама Гуцул, а Илон Шор? Ну, признаюсь честно, я уже работаю в органах местной публичной власти с 1996 года. Для меня это был нонсенс, для меня это вообще было впервые, что не сам Башкам представляет исполнительную власть, а совершенно посторонний человек, который не имеет никакого отношения к нам в Гагаузии и никакого отношения не имеет тем более к исполнительному комитету Гагаузии. Я сам когда-то был работником и членом исполнительного комитета Гагаузии, но у нас таких событий не было. То есть всегда и Башкан, и Народное собрание Гагаузии, они выполняли каждые свои функции. Поэтому считаю, что это самая большая ошибка, которая была совершена вообще в истории нашей Гагаузии. Надеюсь, что в дальнейшем такого больше никогда не произойдет. Тем более, что сегодня господин Шор имеет очень серьезные проблемы с правоохранительными органами нашей республики, не только Гагаузии, но и республики. И еще хочу сказать нашим телезрителям то, что если кто-то из них был внимательный, то буквально через минут 10-15 я написал одно из самых, считаю, что одно из самых правильных и корректных комментариев после того, как господин Шор представлял исполнительный комитет Гагаузии. Там есть две фигуры силовых органов, то есть это и СИП, и УВД Гагаузии, начальнику Гагаузии. То есть это те люди, которые практически должны каждый день стараться привести в соответствие то, что висит у них на доске розыска. То есть сегодня господин Шор там является первой фигурой. И эта первая фигура сегодня предоставляет нам, жителям Гагаузии, жителям Молдовы, силовые структуры, которые будут работать в автономии. Ну, прежде всего, сегодня был бы я силовиком, я бы отказался бы, это сто процентов, принимать участие в таком фарсе, как представление исполнительного комитета Гагаузии. Ну, и во-вторых, эти люди, которые сегодня взяли на себя такую ношу, четко должны были представлять, что они являются правоохранительными органами и должны стоять на стражи и защиты всех граждан не только Гагаузии, но и Молдовы. Потому что он сегодня меня представлял какой-то беглый, осужденный человек, извините меня, тогда какого смысла имеет все это представление, которое было представлено нам, жителям Гагаузии. Хорошо, а вот тот факт, что Шур представлял членов исполкома, может ли это как-то сказаться на их законности, следующего исполкома и так далее, или это никак не сразу? Ну, я не берусь сегодня говорить, законно это или незаконно, но то, что это неэтично, это сто процентов. То есть здесь сам избранный башкан должен был себе дать отчет, что этого нельзя допускать, во-первых. Во-вторых, сегодня взята та конфронтация с Народным собранием Гагаузии. Во-первых, полностью согласен в этой части с председателем Народного собрания Гагаузии. Я не всегда с ним согласен, вы это знаете, я всегда высказываю свою точку зрения. Поэтому то, что высказал председатель Народного собрания о том, что да, это можно было сделать и необходимо было сделать после утверждения Народным собранием, то есть пройти всю процедуру, утвердить, пожалуйста, выходите и представляйте всей общественности исполнительный комитет, который будет сегодня работать во благо Гагаузии. Но сделать это в преддверии даже заседания лингвистической комиссии, мне кажется, что это все было излишне. Вот, кстати, сегодня была лингвистическая комиссия, да, вы правы, и по сообщениям, по заявлению председателя этой комиссии, в данном случае он же председатель комиссии по образованию господин Монастерлы, а семь членов или семь претендентов в исполком не знают Гагаузского языка. Вот, как бы, соответственно, Народное собрание может их утвердить или не может после этого, как вы думаете, если они не знают? Учитывая тот момент, что Народное собрание Гагаузии совсем недавно приняло такой законопроект, что все члены исполнительного комитета Гагаузии должны знать, ну, хотя бы там на уровне общения гагаузский язык, если всем членам исполнительного комитета не знают этот язык, которым придется им общаться с населением, то я считаю, что даже если Народное собрание Гагаузии их утвердит, то это будет противоречие, во-первых, самим себе. Они приняли этот закон, и они же сами его нарушают. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что в Гагаузии есть довольно-таки много достойных людей, которые могут представить исполнительный комитет Гагаузии, и нет необходимости сегодня привозить откуда-то там, из-за рубежа. Но, если честно, для меня вообще это было абсурдом, потому что господин Шор утверждал, что какая-то там комиссия из Санкт-Петербурга будет заниматься отбором исполнительного комитета Гагаузии. Но почему-то у меня сложилось такое впечатление, что никакая комиссия из Санкт-Петербурга не работала при отборе данных кандидатов. А что возмущает данное случаем? Ну, возмущает то, что в очередной раз жители Гагаузии обманули. Но это уже не в первый раз. Это уже не в первый раз, скажем так, открыто. Потому что вот буквально сегодня один житель Гагаузии пришел ко мне на прием и говорит, что так и так, говорит, господин Шор говорил, что вот на 1 августа будет там какая-то надбавка по 700 лей пенсии. Я сказал, говорю, ну, сказать это значит не сделать. То есть сказать это значит сделать или не сделать, это, говорю, еще неизвестно. Поэтому раз он такие заявления делал, пускай, пожалуйста, сейчас берет ответственность на себя и объясняет людям, почему очень многое не сделано. Я больше чем уверен, что все, что было обещано, дай бог, чтобы из них 5-7% что-то исполнили. Ну, хорошо, а как вы относитесь к тому, что вообще была предпринята на следующий день попытка давления Народное Собрание? Вообще, насколько это приемлемо и что должно было на этом случае Народное Собрание? Потому что это, мне кажется, граничит с уголовным кодексом. Как вы вообще расценили эту ситуацию? Вот этот митинг, помните? Значит, я считаю, что все действия, которые были предприняты в тот день, когда представляли исполнительный комитет Гагаузии, вот перед большим экраном, перед исполнительным комитетом Гагаузии, и в то время, когда шло заседание Народного Собрания Гагаузии, и собрали туда людей, я считаю, что это самая-самая большая ошибка госпожи Гуцу, которая только-только приступила к своим обязанностям, я бы ей порекомендовал не заниматься такого рода фарсом, но я прекрасно понимаю, что не она принимает решение, сказали надо, значит надо, пожалуйста, вот вам итог. Но по этому пути идти, это говорит о том, что уже заблаговременно выбрана риторика конфронтации между исполнительным комитетом Гагаузии и Народным Собранием Гагаузии. Я считаю, что очень многие депутаты Народного Собрания, они говорили очень правильные вещи, как на заседании Народного Собрания, так и после, когда у многих из них брали интервью, я тоже был депутатом Народного Собрания Гагаузии, и также не хотел бы оказаться в такой ситуации, когда идет заседание, а за окном собрали людей и выкрикивают разного рода высказывания в адрес председателя и депутатов Народного Собрания нашей автономии. Поэтому считаю, что это было ошибка, понимаю, что это не решение госпожи Гуцу, потому что решение принимают другие люди, и те люди, которые сегодня хотели и в том числе оскорбляли наших аксакалов Гагаузской республики, Гагаузской автономии. Я считаю, что они должны принести публичные извинения, даже тому же Бургуджи. При всех его минусах и плюсах нельзя человека давить и объяснять ему, и доказывать ему, что вот сегодня, если голосует за этот исполком, то завтра наша Гагаузия обретет край мечты. Мы, хочу сказать вам, господин Михаил, что мы дошли уже до крайности, куда еще дальше мы будем идти, я не знаю, но я считаю, что это неправильная риторика. Во-первых, ну, во-вторых, 19 июля была инаугурация госпожи Гуцу в должности Башкана Гагаузии. На сегодняшний день мы сегодня, уже, как говорится, 1 августа, уже прошло определенное количество дней, и еще ни разу, ни разу не собрали примарский корпус. Если человек подготовлен к работе и хочет работать, значит, уже примарский корпус должен был быть собран на второй, на третий день. Но это говорит, может быть, о том, что, может быть, человек не знает, но там есть разного рода советники, пускай нам советуют, что надо, во-первых, примаров собрать. А я считаю, что в данной ситуации то, что произошло перед исполнительным комитетом Гагузии, примарский корпус должен был быть собран сам по себе. То есть сами примары должны были дать инициативу собраться и осудить эти действия, ни в коем случае не позорить. И если наши читатели или люди, которые смотрят интернет-порталы, могут заметить мою последовательность, что я говорил, если нужна будет какая-либо заварушка, господин Шор ее не будет организовать в Аргееве, а он будет это делать у нас в Гагаузии, так как это намного проще. Ну, если так захотелось Шору, значит, надо, пожалуйста, надо ему просто указать на двери и показать, что данного рода мероприятие организовывают у себя в Аргееве, но ни в коем случае не в Гагаузии. Я то, что видел, то, что вижу, это говорит о том, что практически людей, людей сегодня готовят на более массовые протесты, которые будут организованы в будущем для того, чтобы решать своего рода политические какие-то подоплеки от партии Шор. Меня мало это волнует. Меня больше волнует экономика, которая будет связана с городом Гу, конечно, с Гагаузией, с исполнительным комитетом Гагаузии. Меня больше волнует работоспособность исполнительного комитета Гагаузии. Я вижу там много людей, я вижу название, ну, там говорили профессионалы, еще что-то, но вижу исполком, но не вижу профессионалов. Там есть определенные люди, которые знают свою работу. Ничего не могу сказать плохого в адрес начальника управления культуры. Она свою работу знает. То есть, ну, у нее такая участь, заниматься культурой. Начальник управления экономики, это целеустремленный человек к слугу, конечно. Ну, не знаю, как в общем там. Смогут, не смогут, как говорится, вести работу в должном ракурсе. Ну, и некоторые другие. Начальник управления финансов, например, Татьяна Михайловна, она довольно-таки подготовленный человек. Ну, многих я из этого числа не знаю. Нам их преподносили как сильных, нехороших профессионалов, но, учитывая вот эти действия, то есть, если человек профессионал, он должен был четко ограничить все действия госпожи Гуцу в самом начале своей работы. Но раз это не сказано, а я как вижу, даже те, которых еще не утвердили, они позволяют себе высказываться неблагоприятно в адрес жителей Гагуузии и в адрес наших аксакалов, я нисколько не вижу профессионализма в этих людях. Хорошо, господин Петрёвов, вот вы упомянули две фразы, которые я бы хотел с вами развить, вот эту тему, да, примарский корпус. Вы считаете, что примары должны были вообще сами собраться и высказать свою позицию по этому поводу, если я правильно вас услышал? Второй момент в связи с этим. как бы, почему примары не собрались в этом случае? И вот ходят слухи, есть информация о том, что Шур пытается сменить весь примарский корпус на следующую половину. Как вы это прокомментируете? Значит, совершенно верно. Я для чего это говорил, что примарский корпус должен был собраться и осудить эти действия? Мы через это проходили. Мы это все видели. Мы видели и разделение примарского корпуса на своих и на чужих. Как говорится, через это мы все перешагнули. Если и дальше так хочет госпожа Гуцел вести работу, то это четко должна понять, что это не получится у нее. То есть это будет прямая конфронтация с везде на местах. Я не зря вам сказал, что после 19 июля, после инаугурации Башкан должна была собрать примарский корпус, но это не было сделано. Да, я прекрасно понимаю, что сейчас мы находимся в преддверии избирательной кампании в органы местной публичной власти, то есть примары. И прекрасно понимаю, и в том числе и вул, конечно, что представители партии Шорт бегают от одного человека к другому, к третьему, к пятому, к десятому и всем предлагают сегодня выдвигаться от партии Шорт в примары. А среди примаров они бегают или вообще среди рядовых граждан? И среди примаров, и среди населения я в том числе беру город вул, конечно. Это мы уже видим, что человек не настроен на позитивную работу. То есть была дана такая команда. Я не знаю, я могу только единственное посоветовать. Женечка, беги побыстрее, потому что это, скорее всего, не ваши бразды управления. И таким образом можно довести для грузии по ручке. Она и так, как говорится, не на хорошем счету, учитывая то, что сейчас идет прямая конфронтация с Кишиневым, где Башкан сама должна была наладить взаимоотношения с Кишиневым. Может быть, как-то разъяснить какую-то позицию, все, что связано с Гагаузией. Но я вижу никаких разъяснений нет. А наоборот, чуть ли не каждая фраза звучит «Мы и команда партии Шор». Меня мало интересует «Мы и команда партии Шор». Меня интересует сегодня «Вы Башкан, я сегодня примат». Я еще не вижу никаких конструктивных действий по отношению к городу, конечно, и по отношению к Гагаузии. А то, что команда партии Шор или же там сегодня Шор сидит ноги в Средиземном море, а на коленях ноутбуки он руководит нашей Гагаузией. Вы извините, но мне кажется, что это не делаем. Хорошо. А вот чего вы ждете от местных выборов, продолжая эту тему? Ну, хочу сказать следующее, что местные выборы должны отличаться от выборов в Башкана-Гагузии, так как все-таки на местах люди будут голосовать за людей, которых знают. И сегодня желание партии Шор оптом скупить всех людей, которые сегодня мало-мальски уважаемы в своих населенных пунктах, я думаю, что у него это не получится. Я со многими людьми разговариваю и четко люди высказывают свою точку зрения, что сегодня связываться с людьми, которых сегодня преследует правовое законодательство Республики Молдова, которые осуждены, которые конкретно не имеют каких-то планов развития, мало того, что во всей Гагузии, даже и тех же городов. Сейчас команда партии Шор очень резко взялась за то, чтобы заполучить в каждом населенном пункте стратегический план развития этого города. Зачем? Для чего? Потому что они сами не знают, с чего начинать. Что заполучить? Они требуют от примаров плана развития города и села или что? Да, да, да. Которые примари разрабатывали сами или они будут разрабатывать с ними? Или как? Не, не, нет. Которые примари разрабатывали сами. На базе этого стратегического плана развития населенных пунктов будет строиться избирательная кампания в тех или иных населенных пунктах, где уже заполучен этот стратегический план. Но это говорит о том, что в очередной раз просто постараются обмануть людей, чтобы заполучить их голоса. Ну а дальше что будем делать? Что? Если на сегодняшний день мы как примарии мы сталкиваемся с большим дефицитом кадров, у нас нет подготовленных людей, которые в том числе и примариевые, конечно, я очень давно ищу специалиста по гражданской защите, уже 5-6 человек приходили, то заработная плата не устраивает, то другое что-то, то какие-то нормы работы. Вот, с этим мы сталкиваемся на местах. И сегодня неважно любого человека, надо просто заинтересовать партией и посадить в кресло примара. А дальше что будем делать? Ну посадили, дальше что делать? И я считаю, что на такие вещи, как подкуп избирателей, который был прямо устроен в башканской кампании, здесь очень четко надо давать себе, как говорится, отчет, что происходило, и ни в коем случае не допустить это на местных выборах. Потому что местные выборы и неподготовленные человек к примаре, это чревато очень большими последствиями для того населенного пункта, где это произойдет. Хорошо, а какие настроения среди примаров, если вы знаете и могли бы поделиться? Ну, я привык отвечать за себя, я не хочу, потому что мы общаемся с коллегами, я знаю все настроения. Ну, я хочу, например, высказать еще раз свою точку зрения, что то, что сегодня делает эта партия, которая уже является неконституционной на местах, это полный абсурд. Вы понимаете, то, что бегают из дома в дом, давай ты, давай другой, давай пятый, давай десятый, соглашайтесь, будем жить как в шоколаде. Ну, слушайте, предлагают баллотироваться на должность примара или что? Да, да, да. Поэтому считаю, то, что было сделано на башканских выборах по отношению даже к Евгении Гуцу, которая сегодня, ну, я еще, например, даже не видел ни одного ответа журналистам со стороны Башкана. То есть это сегодня политическая фигура, которая является руководством ГГУЗИ, и хотим мы этого, не хотим, ну, сколько мы будем избегать этих телекамер. Ну, день, ну, два, ну, десять, ну, месяц, ну, два. Ну, а потом же все равно придется как-то высказаться. Ну, я, например, это расцениваю так, что просто определенный круг людей не дает возможность ей высказаться, так как боятся, что могут высказать не то, что надо. А в других населенных пунктах такая же тактика, как у вас? По поиску кандидата имеется в виду? Ну, да, практически да. Везде. Везде по ГГУЗИ сейчас взята такая тенденция, что надо искать людей, надо очень быстро сформировать команды, поэтому буквально пару дней назад, то, что я говорил, был визит госпожи Гуцу в Вулканежский район. Она транзитом проехала через город, проехала в село Итулия и не соизволила заехать, например, в ту же райадминистрацию собрать примаров. Ну, может быть, мы хотели пообщаться, может быть, хотели задать пару вопросов, может быть, хотели посмотреть, может быть, какое-то стратегическое видение развития Вулканежского района. Но с нами не соизволили пообщаться в очередной раз. Посмотрим. Вы знаете, ситуация, которая сегодня сложилась в Гагузи по отношению к этой политической партии, которая нам обещала с три короба, а пока еще даже дырку от бублика мы не получили, она мне начинает нравиться. Нравится тем планом, что очень многие люди начинают задумываться, а что же мы сделали, а почему, а где, а кто это будет делать, то есть еще раз говорю, я не вижу профессионалов и вот эта вот команда, то, что было озвучено Санкт-Петербургского какого-то там международного университета, мне очень интересно было бы задать этим людям, занимались ли они подбором кадров. Я хотел поблагодарить вас, спасибо, что пришли к нам, прокомментировали ситуацию, будем рады видеть вас еще. Спасибо.